Эпопея закончена? Со строительством, да. А что осталось? Только ваше участие в торжественной церемонии открытия. То есть руда пойдет на гора? Да, сегодня в режиме пусконаладки руда уже поступает, опробовано оборудование. Кроме руды уже производится обкатанное оборудование по обогащению. Тоже и гранулированный продукт выпускаем. Сколько нужно будет здесь рабочих в руках? 1200-1300 человек. На сегодняшний момент 850 человек уже трудоустроенно работают. И по мере выхода комбината на производственную мощность еще будут добавлены порядка 300 человек. То есть тебе надо 300 человек? А где возьмем? На сегодняшний момент из этих 850, примерно 60%, почти 500 человек, это жители Гомельской области, Минской области, Брестской. Практически едут со всех областей Республики Беларусь. Сегодня у нас есть программа обучения молодых людей. Есть курсы программы, которые мы сделали в средних специальных учреждениях и в Гомельской области. Обучаем в Солигорске, в Минске БНТУ. И благодаря вот той поддержке и программе социальной, которая есть в регионе, в Петрикове, люди с удовольствием едут. Средний возраст работников сегодня 33 года на комбинате. Понятно. Наверное, Иван, надо нам ориентироваться на то, что помогать-то им тут надо будет. Хотя проблем же хватает и Беларуськалия. Везде помоги, помоги. Но давай договоримся, что вот первые два года хотя бы полмиллиона долларов в год. 500 тысяч, еще 500 первые два года. Ну а третий, четвертый, пятый по миллиону им тут надо давать. Но не деньги. А вы с председателем исполкома сядете, ты как человек продвинутый в этом плане, весь мир объехавший, должен посмотреть, помочь губернатору. Давайте вот это сделаем. Нет, тут что-то добавим. Но эту территорию надо развивать. Все-таки полешуки у нас не обделены вниманием, но мы уже особо их тут и не обогатили. Надо поддерживать Полесье. И у нас получится вот от Мозыря до Пинска, да, вот этот кусок Полесье. Тут вот Петриков как раз должен развиться. Житкович и сам город хороший. Там порядок уже давно навели, порядок неплохой. Ну, конечно, в сельском хозяйстве надо смотреть. Ну и Туров, хороший городок, и вокруг Турова там порядок. Короче, вот Петриков, Житкович и вот эта города, ее надо проводить в порядок. В настоящее время мы построили здесь 12 домов. В прошлом месяце сдали детский садик, выделили деньги на реконструкцию роддома. Мы с Геннадимом Михайловичем тоже обсудили по решению, по выделению земли для строительства спортивного комплекса, чтобы был бассейн, потому что тоже здесь нет. То, чтобы действительно люди не просто приехали, а здесь жили и не хотелось им уезжать с этого региона. Ну, это да, бассейн, видимо, где-то надо построить. Вокруг должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А так будем вот так, как вчера великие хоккеисты поехали, проиграли Польше. Там-то в хоккей вообще не популярен, занимается 20 человек. Ну, как так можно? А ты им деньги, деньги, деньги. Смотри с деньгами, я уже министра предупредил. И Головченко сказал, не дай бог, все белорускалии, дай, белорускалии, дай. Ну даст белорускалии, ну ты дай результат. А то мы поехали, удивили весь мир в Токио со знаком минус, ты все эти косяки знаешь. И мы финансируем. Физкультура есть, а большого спорта нет, потому что не продумано. Это административно бытовое, да? Да, здесь люди переодеваются, получают лампы и спускаются непосредственно в шахту. Какая глубина у тебя здесь? Глубина 850 метров ствол, но вообще на флангах шахтного поля до 1000 метров. Здесь есть тоже особенности и по месторождению. Если в Солигорске больше глины, то здесь глины нет, но присутствует магний. Поэтому тоже столкнулись с особенностью переработки получения удобрений. Ну, продукт получается качественный. На сегодняшний момент пройдено более 60 километров горных выработок. В феврале 2021 года мы запустили первый очистной комплекс, второй. И сегодня готов к запуску третий очистной комплекс, который мы и в рамках торжественной церемонии сегодня начнем. Первую добычу руды на этом комплексе. Всего с начала работы в рамках пускомоладочных работ добыто более миллион 600 тысяч тонн руды. Из них сопутствующие руды некондиционной, порядка полумиллиона отправлены на солиотвалы, заскладированы в шахте с целью снижения отходов. И примерно миллион переработан. И получились более 230 тысяч тонн уже калийных удобрений. Здесь вы видите макет Петриковского комплекса. Мы с вами находимся в административно-бутовом комбинате. Здесь расположены два ствола. Это критивой ствол, по которому работники спускаются в шахту. Глубина отработки на флангах составляет до 1000 метров доходит. Руда выдается по скиповому стволу, поступает в отделение дробления, склады руды и дальше по галерее на обогатительную фабрику, где отделяется полезный компонент, среднее содержание калия 25%, поступает на сушку и уже на склады готовой продукции. При этом проектом мы изначально, понимая запасы, можем рассматривать увеличение до 3 миллионов производства на данном комбинате. Для этого предусмотрены свободные площадки как для строительства ствола, так и для дополнительных мощностей по фабрике. Все получилось достаточно. Нам тут нужен ствол для подъема руды. Еще один, да. Если до 3 миллионов, до 2 миллионов мы справимся с этим стволом, с учетом коэффициентов запаса до 3 миллионов, надо будет поднимать чуть больше руды. Отлично. И тоже особенность месторождения. Мы для сравнения поставили образцы удобрений из Саридворска и руда. Она имеет ярко-красный оттенок. И вот те удобрения и руда, которые на Петриковском месторождении. Более гневно-розовый цвет такой, но это особенности только по цвету. А качество тоже. Как по содержанию калия, так и содержание одинаковое по полезному компоненту непосредственно в удобрениях. То есть с этой руды ты выделяешь 25% калия? То же самое и с этой. Потому что вот если взять даже вот здесь белый цвет имеет, это уже натрий, соль идет. А вот здесь элементы она вот такого светлого. Но здесь содержание 25% калия. Поэтому такая особенность. ТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТОРАТ